Так, всем привет! Подключаемся, мы сегодня с вами будем говорить о том, как изменить убеждения, которые мешают получать от жизни все. Если вы меня знаете, это прекрасно, если вы меня не знаете, значит у вас сегодня есть классная возможность со мной познакомиться и как минимум либо полюбить и поблагодарить, либо наоборот. Но тема сегодня будет очень классная, она касается абсолютно каждого человека, потому что наше убеждение это наша такая индивидуальная система представления о мире, которая по факту создает нашу с вами реальность в самом прямом смысле этого слова. Если вы немножечко, немножечко изучали силы нашего разума и немножечко знакомы с тем, каким образом работает наш мозг, то вы уже знаете, что те мысли, которые мы с вами думаем, имеют определенную вибрацию, энергетическую такую составляющую оболочку, с помощью которой мы притягиваем в свою жизнь все то, что мы притягиваем. А убеждения по факту являются такими вещами, которые знаете, плотно уложились в наше подсознание, потому что нам постоянно это повторяли. И сегодня мы будем с вами разбирать много убеждений, которые будут смешными, когда мы их будем разбирать, но по факту они немножко грустные, потому что они формируют нашу реальность. Я вам рекомендую досмотреть этот эфир до конца, потому что однозначно после него у вас будет пища для ума, а поверьте, это гораздо более лучшая и качественная пища, чем разговоры о новостях или разговоры с подружками о том, как кто-то кого-то бросил, или обсуждение каких-то проблем. Сегодня вы узнаете вообще о том, почему нельзя в принципе обсуждать никакие проблемы, нельзя вообще говорить ни о чем негативном, ни в шутку, ни серьезно, ни кое-как, и почему, собственно, это влияет напрямую на тот жизненный результат, который вы имеете. Вот вы прям молодцы, видите, пишете, что записались на июльский поток, и все поперло. Давайте поговорим про убеждения. Начнем с этого. Значит, как я вам уже сказала, наши убеждения – это наша такая индивидуальная система представления о мире. Что такое убеждение? Убеждение – это все то, что мы считаем. Мы считаем, например, что я прекрасно пою, это мое убеждение, или, например, у меня не получается готовить, я прекрасная жена, или я прекрасная любовница, вне зависимости, считают ли так мои партнеры или нет, мое личное убеждение. Или, например, я не могу заработать много денег, мое убеждение – вот оно такое. Мы, как правило, редко разбираемся в природе наших убеждений, то есть мы не задумываемся, вот у убеждения есть такая очень коварная штука, мы не задумываемся, почему мы так думаем. И когда обычно человека спрашиваешь, а кто тебе сказал, что ты прекрасно поешь, у человека шок. Вот знаете, иногда бывает некоторым людям, ты говоришь, ты знаешь, это отвратительно поешь, ты не умеешь петь, ты там вообще человек в шоке, потому что он считал, что он классный. Или, например, человек считает, вы, наверное, были когда-то в гостях у людей, которые считают, что они прекрасно готовить, а вы думаете, как бы вам побыстрее выйти и выплюнуть эту еду, потому что это отвратительно. И такое, ты думаешь, господи, ну кто ему сказал вообще, что он умеет готовить. Эти убеждения формируются у нас на протяжении всей нашей жизни, и как бы обычно убеждения становятся, ну как бы они неосознанны. Мы сами не понимаем, если вас спросить, откуда ты знаешь, что ты в чем-то хорош или в чем-то нехорош, то ты, как правило, не знаешь, откуда это. Когда, например, вы считаете себя толстым или худым, ваше убеждение, что вы, например, вам не идет такой силуэт, вы такое не носите, вы так не выглядите, вы не уверенный в себе человек. Вот каждый раз, когда мне подходят и спрашивают, например, откуда у вас столько уверенности, вы всегда были такой наглый. Я каждый раз говорю, наглый? Я вообще не считаю себя наглой. Уверенный? Ну как бы да, но, наверное, я не самый уверенный человек в мире, но люди формируют какое-то мнение, как о других, так и о себе, и это является наше убеждение. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, а вы наверняка прямо сейчас можете, давайте, про себя проговорите быстро три пункта, которые бы вы хотели изменить, потренируйтесь. Вы должны понимать, что для того, чтобы мы что-то изменили, нам необходимо подобрать новые соответствующие убеждения, потому что, например, вы хотите выучить иностранный язык, давайте самое простое. И вы говорите, я всю жизнь учил английский язык и не выучил его, мне не даются языки, у меня не получается, у меня плохая память. Это ваши убеждения, которые у вас сформировались, потому что вы когда-то учили, вам что-то не понравилось, или у вас что-то не получалось, или вам родители говорили, да что ж ты за бездарь такая, ни хрена делать не умеешь, ничего запомнить два слова не можешь. И вы в себе эти вещи упорно заложили. И сейчас у вас уже идет такое некое противоядие, вы не хотите уже учить этот язык. И повторяя себе постоянно, что вы не в состоянии этого сделать, вы, естественно, не сможете этого сделать. Даже если бы мы сейчас с вами разбирали квантовую физику, не буду туда лезть. Но в чем фишка? Фишка в том, что когда к нам подключают определенные приборы к нашему телу, когда наши мысли и убеждения проговариваются вслух, я не могу, у меня не получается. Действительно фиксируются те ощущения, фиксируются показатели, при которых действительно наши с вами возможности сильно снижаются. Поэтому нам крайне важно для того, чтобы изменить что-то в своей жизни, подобрать подходящие под это убеждения. Есть очень классная притча про беженцев, плохо рассказываю все эти вещи, видите убеждения, плохо рассказываю, прекрасно рассказываю, прекрасно, я прекрасно рассказываю. Итак, очень простая штука, когда в древние времена был момент переселения, люди с какой-то города, страны переселялись в какое-то другое царство, государство, потому что там была бедность, там была война. И вот идет первый беженец, ну не первый, какой-то беженец такой, переселенец останавливается и спрашивает у мудреца, скажи, пожалуйста, а какие люди живут в вашем городе? А он говорит, а какие люди жили в твоем городе? Он говорит, у нас жили убийцы и воры, они были беспощадными, они были лжецами, они все крали. Он говорит, ну ты знаешь, у нас здесь тоже такие же люди живут. Спустя время мимо этого мудреца проходит еще один переселенец, и он спрашивает, скажи-ка мне, мудрец, какие люди у вас живут? А он спрашивает, а какие у тебя жили люди? Он говорит, у меня жили люди с открытой душой, с большим великим сердцем, люди, которые помогали друг другу. Он говорит, ну и у нас такие люди живут. И вы должны понимать, что мораль всей басни такова, что то, во что мы верим, то, на чем мы акцентируем внимание, то, что для нас является главным, то по факту и влияет на нашу жизнь. Потому что в любой ситуации, мне очень нравится такая классная, как это сказать правильно, боже, что лезут какие-то странные слова, поговорка, не знаю, как это назвать, что если ты не можешь изменить обстоятельства, давайте мудростью назовем, измени свое отношение к ним, что иногда достаточно поменять фокус зрения, перестать раздражаться и начать искать что-то хорошее. В чем фишка? Меняется ли что-то? Давайте немножечко о природе поговорим. Я вам уже вначале сказала, что мы с вами живем в энергетическом большом поле, вы должны это понимать, что наш мир это энергия, и мы с вами это тоже часть энергии. То есть мы находимся в пространстве энергии, где все есть энергии, и каждая наша с вами мысль, а в нашем мозгу триллионы клеток, каждая наша с вами мысль имеет энергетическую оболочку, таким образом связываясь. Помните, у вас были такие в жизни ситуации, вы подумали, и это произошло, вы чего-то боитесь, и именно это с вами происходит. Вы считаете, я сейчас хоть бы вот так вот не было, и это именно происходит. Это не случайности, это те закономерности и те законы вселенские, притяжения, которые работают в нашем мире. И когда мы с вами о чем-то думаем, каждая абсолютно наша мысль имеет определенный энергетический заряд. Это не сказка, не прибаутка, так это и существует. Именно поэтому каждый раз, когда мы о чем-то думаем, мы притягиваем своими мыслями ситуации и обстоятельства в нашей жизни, подобные той вибрации, которую мы излучаем. Если это вибрация страха, ужаса, ограничения, нехватки, проблем, когда вы обсуждаете, о боже, сколько откроют рестораны, закроют рестораны, будет этот коронавирус, поеду ли я отдыхать, о боже, кто там умер, сколько людей, вы понижаете свою вибрацию и вы притягиваете в свою жизнь, вы видите это. То есть ваши глаза, ваш мозг настраивается и видит исключительно это. Если же вы меняете свою вибрацию и вы начинаете думать о других вещах, вы не замечаете этого, вы обращаете внимание на какие-то позитивные для себя вещи, на то, что вы хотите, на свои желания, вы видите все хорошее, что есть, во всем видите хорошее, находите это, цепляетесь за это, ваши вибрации автоматически повышаются. Что такое убеждение? Убеждение это наша мысль, не просто мысль, а это мысль, мы же уже знаем с вами, что мысль она вибрирует. Убеждение это вросшаяся мысль, что такое вросшаяся мысль? Это когда вас не надо спрашивать, я вам, например, сразу же вам задам вопрос и вы не думая дадите мне ответ, я скажу тебе, ты можешь зарабатывать, например, 100 тысяч долларов в месяц? Ты точно скажешь, нет, я не могу, или я скажу тебе, ты можешь сейчас выйти на сцену и красиво спеть? И ты говоришь, нет, я не могу. Это твое твердое убеждение, оно в тебе приросло. Убеждение вибрирует в вас постоянно. Это постоянная энергетическая волна, это все время. Говорите вы об этом, не говорите, это уже плотно заросло на подкорку. Например, я плотно, у меня на подкорке плотно, что я прекрасный спикер, что я поднимаю любой зал, мертвый, зеленый, красный, геев, лесбиянок, самых шикарных женщин, самых богатых мужчин, самых бедных людей, неважно. Я точно знаю, что не бывает такого, чтобы я не зашла на сцену и вышла без зала, который стоит. Не бывает такого. То есть, есть некие убеждения, которые вы меня никогда в этом не разубедите, потому что я плотно и твердо это знаю, точно так же, как я знаю, что я прекрасная женщина, я чудесная мама и так далее. Я отличный наставник и шикарный тренер. Вот вы меня можете в этом не разубедить. Вы меня можете разубедить в том, что там может быть у меня не очень красивый волос, хотя, наверное, и в этом вы не разубедите. Не знаю, в чем, в чем-то можете. Не идеально пока что, но стремимся. Итак, я хотела сегодня поговорить с вами об убеждениях. Почему? Потому что я хочу разобрать некоторые убеждения, которые многие люди проговаривают и думают постоянно, потому что в нас их вкладывали и продолжают вкладывать много лет, и мы их не замечаем. Помните, я говорила вам о том, что убеждения – это некая подсознательная программа. То есть, то, что уже вбито, впечатано, и вам не требуется доказательств. Если я вам сейчас спрошу, вы мальчик или девочка, вы мне точно скажете, я мальчик или я девочка. То есть, вы как бы там, извините, не полезете себе в трусы и не будете разбираться. Я типа мужик или я баба, кто я там, я забыл. Такого быть не может. Вот убеждения, они приблизительно так же работают, и они достаточно коварные. Я проводила опрос пару дней назад или в день назад, не помню. Я специально собрала, выписала себе эти убеждения и хочу вам не просто их зачитать, а рассказать вам их природу. Мне будет приятно, если вы будете что-то еще пытаться писать. Почему пытаться? Потому что я все время говорю. Если вы будете что-то писать, давая свои варианты, почему это так работает. Давайте начнем с первого классного, которое звучит «не рассказывай о своих планах», «не хвастайся». Помните? Есть у нас такое убеждение, что если ты расскажешь о своих планах, то они обязательно не сбудутся. Сглазят, да, говорят там. Сюда же плюс-минус можно фразу «счастье любит тишину». И часто люди говорят, вы не боитесь вот об этом рассказывать, или вы не боитесь выставлять своих детей, или вы не боитесь говорить хорошо. Многие люди действительно боятся. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если есть среди вас те люди, которые побаиваются, которые считают, что да, это такая вот «лучше не рассказывать». Я вам объясню природу не психологии, потому что психология, можно говорить, что ты боишься сказать о планах, и боишься, что ты их не сдержишь, и тогда ты будешь в глазах людей выглядеть по-другому. Это контекст психологии, контекст нашего аппарата мышления, если мы говорим о силах своего разума, как это работает, я вам расскажу, что на самом деле любой позитив – это всегда очень сильная вибрация, позитивная вибрация. И парадоксальность и кайф заключаются в том, что когда мы испытываем радость, наше подсознание вообще не различает и не знает, за кого мы радуемся, за себя или за кого-то другого. Мало того, наше подсознание не различает реальность и фантазию. То есть, оно не знает, вы радуетесь машине, которая чья-то, кто-то ее купил, или вы радуетесь своей машине, что вы ее купили. Оно одинаково излучает сильную вибрацию успеха, которая что делает? Которая притягивает другие вибрации подобные. Потому что… Ой, вы тут оказывается, что пишете. Вот, прекрасно, sorry, у меня тут молчал мой чат. Значит, это сильнейшая вибрация. Что мы делаем? Мы боимся, что нас сглазят. Почему? Потому что нам как будто бы есть мнение, ну, не как будто бы, нас приучали к тому, что другие люди могут нам завидовать, и нам важно считаться с остальными. Многие стесняются делиться своим счастьем, потому что кому-то ведь плохо, а я сейчас поделюсь своим счастьем, и человеку будет обидно, что у него не так хорошо. Я называю это прибедняться. Помните, такая есть история. И вот мы начинаем прибедняться. И когда наша подруга или знакомый спрашивает, как дела, мы вместо того, чтобы сказать, слушай, у меня зашибись, все как круто, мы же понимаем, что человек начнет завидовать. И мы начинаем как бы, знаете, как при себя вот так вот, типа, ой, я не буду, и мы начинаем прибедняться. И мы начинаем искать, что у нас есть такого нехорошего, чтобы, значит, человека никак не обидеть. Теперь я вам расскажу, что происходит. В этот момент вы понижаете свою собственную вибрацию. Вы подстраиваетесь под человека, чтобы ему не было обидно, и вы понижаете свою собственную вибрацию. Тем самым вы вместо того, чтобы получить лучшие лучики от вселенной, вы получаете средненькие, а еще хуже, если вы сильно прибедняетесь и говорите, да у меня тоже вот это плохо, вы начинаете вибрировать на низкой частоте, притягивая к себе что-то негативное. Второй момент, вы должны понимать очень простую вещь, зависть, она вас не касается. Тот негатив, который испытывает человек, не может на вас влиять. Негатив, как и радость, влияет на того, кто его испытывает. Поэтому, когда за вас кто-то радуется, он на самом деле не вам хорошо делает, он себе хорошо делает. А если он не умеет за вас радоваться, а он все время, а у него есть эта желчь и зависть, эти негативные эмоции воздействуют исключительно на него. Не на вас, вы непробиваемы. Они на вас могут быть пробиваемы только в том случае, если вы сами понизите свою вибрацию и начнете с этим человеком страдать. И вы начнете говорить, ой, у меня вот это тоже плохо, да, и вспоминать прошлое свое. Ваш мозг не отличает ваше прошлое, настоящее и фантазию. Он отличает только вибрацию. То есть, когда вы рассказываете о прошлом, вот мне было так плохо, в этот момент ваш мозг излучает плохо, плохо. Все, он не отличает. Поэтому так опасно и не нужно делать и говорить, вот возвращаясь в свое прошлое. Поэтому вы не должны бояться других людей, понимая, что это ваша жизнь. И когда вы о чем-то рассказываете, ваша задача какая? Первая, либо вообще исключить общение с такими людьми. Вторая, не бояться рассказывать, потому что в тот момент, когда вы это рассказываете, ваши вибрации еще сильнее повышаются. А те люди, которые за вас радуются, они получают себе класс, кайф. Они, вот вы пришли, например, у вашей подруги проблема, у нас какая всегда история, мы хотели чем-то поделиться с ней хорошим, но нам стало неудобно, и мы начали с ней обсуждать ее проблему. И мы притягиваем к ней в этот момент еще больше проблем. Когда мы говорим ей, слушай, дорогая, я тебе сейчас расскажу, как у меня классно в жизни. Давай, я хочу, чтобы ты включилась в это, мы и тебе притянем. И ваша подруга в состоянии за вас порадоваться, ваша подруга обязательно притянет в свою жизнь что-то крутое. Вы должны запомнить очень простую формулу, что ваш успех поможет многим, ваши неудачи не помогут никому. Ваш успех – это то, что заряжает других, это то, что дает энергию в прямом смысле этого слова. Люди-завистники – это их проблема, мы не можем их вытащить до тех пор, пока они не проснутся, а я называю их спящими, пока они не осознают, что они сами творят свою судьбу, что они всегда найдут для себя причины понегативить, всегда будут в чем-то плакаться, мы не можем им помочь. Просто в какой-то период времени эти люди от вас отлетят, они попросту не нужны. Вот что происходит, когда вам говорят «не хвастайся». Что вот теперь давайте заявим вот это вот убеждение. Когда вы боитесь хвастаться, вы начинаете жаловаться, мы не умеем, у нас нету средины, мы или плачем, или горюем, у нас не бывает срединки, мы такие люди, не знаю, ментал у нас такой или еще что-то. Поэтому ваша задача выбирать, и вы должны понимать, что когда вы не говорите о своих планах, когда вы не заявляете этому миру, вы понижаете свою собственную вибрацию. И именно поэтому ничего хорошего в этом убеждении нет. Так, вернусь экран на место. Все, есть. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей жизни было много классных изменений, приучитесь, пожалуйста, к тому, чтобы не стесняться этого, чтобы у вас не было никаких проблемных таких вещей, что я боюсь признаться, потому что я сделаю кому-то это плохо. Нет, мой успех поможет многим. Мои неудачи не помогут никому. Далее, идем дальше. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Это не просто убеждение, это еще у нас такая народная уже поговорка, мудрость. Нас приучали все время, что для того, чтобы мы что-то в жизни могли достичь, нам необходимо трудиться. И мы с вами настолько это себе в подсознании укоренили, что каждый раз мы даже ожидаем проблем. Мы знаем, что не будет легко. Мы часто говорим, ну я буду сражаться, но мне будет сложно. Что мы в этот момент делаем? Мы притягиваем вибрацию сложности. Вселенной абсолютно все равно, даем мы что-то легко или даем мы что-то сложно. Точнее, дать нам что-то легко или сложно. Она похожа на наш, точнее даже не Вселенная, а наш мозг, похожа на Джина в лампе. Это очень хорошее сравнение, неоднократно применяющийся. Говорите, хочу, чтобы было сложно, и вам дается сложно. Внимательно слушайте, что вы проговариваете и о чем вы думаете ежедневно. Когда мы такую фразу банальную сюда же добавим, мы не ищем легких путей. Гордо говорим мы, мы не ищем легких путей. И вы притягиваете к себе сложности, а потом говорите, почему со мной это происходит. Я много лет занималась свадебным бизнесом и всегда заявляла, у меня самые сложные клиенты. У меня не бывает свадеб, на которых бы не происходило серьезных приколов. Но, спасибо, что я это добавляла, я в состоянии решить любовь. И на каждой свадьбе у меня можно было писать отдельную книгу, потому что происходили такие феерические вещи, от которых я не знала, куда деваться. И я их гордо решала, но все время это декларировала. Помните о том, что ваши мысли – это реально действующие силы. Каждая ваша мысль имеет энергетическую оболочку, и каждая ваша мысль отражается. Вы сказали сложно и трудно, и получили это. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей жизни вот эта череда трудностей испарилась, заменяйте на новую программу. Мне все дается легко. Все двери передо мной открыты. Любую дверь, которую я хочу открыть, откроется передо мной легко. Ваша задача в себе, в голове, все это прочистить и заменить. Следующее. Много хочешь – мало получишь. Это вообще, конечно, легендарная фраза, на ней много всего построено. Помните, есть такая еще классная, родители говорили, мам, я что-то хочу, а он тебе говорит, хоти дальше. У нас к самому желанию наши родители, и мы в частности, не имели никакого уважения. У нас все было построено на зарплате, на количестве денег, которые человек имеет, и выделяют на то, что нужно это или не нужно. И самое ненужное мы могли себе купить на день рождения, если будем накапливать деньги. Самого уважения к желанию не было. И поэтому, когда ты говорил, мама, я хочу чего-то, мама говорит, много хочешь, мало получишь. Это установка, опаснейшая программа, которая впала в вам подсознание. И, как правило, каждый из нас, когда слышит эту фразу «много хочешь», автоматом повторяет ее в своей голове неосознанно. И она просто улеглась, она просто вот у вас провалилась, она стала частью вас. И поэтому вы много получить и не можете. У вас, вы пропитались этим, мало, мало, мало. И это уже то, что нужно, извините, вышкрябывать из себя, то, что нужно другими аффирмациями заменять в своей жизни, потому что у нас это уже пропитано. Что хотеть не вредно, что, как бы, какая разница. То есть мы не уважаем свои желания, мы не относимся к ним серьезно. Когда мой ребенок приходит и говорит мне, мы были в магазине, недавно открылись магазины, и мы приехали в супермаркет, и был открыт детский магазин. У моих детей, ну, по моему мнению, нету недостатка в игрушках. Но мы же сами с вами понимаем, это как у нас с одеждой или с косметикой. Может быть, нету недостатка, но хочется. И мой ребенок зашел в магазин, посмотрел на какую-то собачку и говорит, мама, я хочу эту собачку. Я ей говорю, Ева, ну мы сейчас едем вообще на пикник, вообще история не про это. И потом я, значит, приезжаю домой, с ней возвращаюсь, она говорит, мама, я хочу эту собачку купить. И первая моя мысль, ну зачем эта собачка нужна? Я говорю, ну посмотри, у тебя 8 коробок стоит мягких игрушек. Куда нам эту мягкую собачку? Но затем я начинаю вспоминать своих родителей, когда они говорят, купи губозакаточную машинку, хоти дальше. То есть им все равно, что это мое желание, не уважение к самому желанию. Да, родитель не всегда мог купить, но он мог это объяснить. Когда тебе говорят, губозакатывающая машинка и хоти дальше, ты чувствуешь, что к тебе не прислушиваются. Ты сам потом свои желания, ты к ним серьезно не относишься. Ты сам себя уже каким-то образом дальше, как взрослый родитель, унижаешь. Ты говоришь себе, я хочу путешествовать, я хочу нормального мужчину, я хочу нормальных отношений. И подсознание говорит тебе, хоти дальше, живи с этим дальше, ничего страшного, мы без этого жили, мы без этого проживем. Ничего, зато мы люди хорошие. И это реально работает в нашем подсознании. Поэтому, если вы хотите изменений в этом, вы должны научиться серьезно относиться к своим желаниям, спрашивать себя, хочу ли я этого. Спрашивать это у своего внутреннего ребенка, который по-прежнему чего-то хочет. Знаете, я недавно приняла решение купить собаку. Призналась. Я не хотела этого совершенно. Но мой ребенок, младший, все время говорит мне, мама, купи мне собаку, купи мне собаку. Я говорила своим родителям то же самое. И родители мне говорили, вот вырастешь, и тогда купишь себе то, что ты захочешь. И я поняла, что мы постоянно очень рационально мыслим. Мы постоянно, даже в детстве, начинаем своих детей лишать, а потом во взрослой жизни точно так же безбожно лишать себя всего. Мы мыслим рационально. Маечку я лучше куплю черненькую, а не красненькую, потому что черненькую можно с большим количеством одежды носить. Ванная пусть лучше будет там маленькая, ну и так далее. Мы все время мыслим рационально. А жизнь ведь она полна эмоций, она полна всего. Мы сами себя взрываем этой рациональностью. Ведь иногда хочется совсем не рациональных поступков, хочется эмоциональных. Ведь жизнь это эмоция, жизнь это кайф. Поэтому я подумала об этом и говорю своему мужу, слушай, ну блин, а я на самом деле тоже хочу собаку. Да, может быть она сгрызет пару моей обуви за пару штук баксов, но ничего страшного. Ну блин, зато у нас будет офигенная собачка, может и не сгрызет. Соответственно, подумайте о том, чего вы хотите и перестаньте себе говорить, что мало получишь, хоти дальше, купи губозакатывающую машинку. Относитесь с уважением к своим желаниям, к желаниям своих детей, разговаривайте с ним. Если вы им что-то не можете купить, объясните им, что ты знаешь, мы с тобой это обязательно купим. Только не говорите им фразу, у меня сейчас нет на это денег. Если вы проговариваете фразу о долгах, о деньгах, о проблемах, вы растите это. В тот момент, когда вы думаете о проблемах, это очень такая интересная штука, вы растите проблемы. Просто запомните это. Я не могу вам сейчас, к сожалению, в одной эфире рассказать абсолютно все, но я же вас заманиваю на рерайтер жизни, поэтому если вам это интересно, вы обязательно придете. Но я вам говорю сейчас ключевые вещи, которые вы должны понимать. Итак, едем дальше. Хорошего понемногу. Ну, казалось бы, на какое убеждение? Ну, такое убеждение. Хорошего понемногу нас все время приучают нормировать. Счастье нормировать, эмоции нормировать, веди себя прилично, так неприлично громко смеяться. Ты сильно улыбаешься, ты сильно счастлив. Нельзя с таким выражением лица ходить на улице. И, соответственно, вот этот момент всего того, что нормирую, нормирую, нормирую. Почему? Почему я должна нормировать? Почему, блядь, я должна это делать? Зачем? Прекрасная жизнь, я не хочу выбирать. Для меня с детства было истерикой зайти в магазин и выбирать. Если мне, мать твою, нравятся и эти туфли, и эти туфли, и эти туфли. И они разные. Я хочу их всех. Почему я должна понемножку? Почему в моем шкафу должно быть три вещи, если я хочу тридцать или триста? Но я хочу их. Почему? Если ты не хочешь, супер, отлично. По-разному бывает. Но если ты хочешь, почему я должна выбирать? Потому что так не делают приличные люди. Потому что это негуманно. Потому что есть триста тысяч причин, почему. Но есть одна главная причина. Я, мать твою, так хочу. И это достаточная причина для того, чтобы получать и иметь все. Сделайте ее для себя главной. И когда вам кто-то говорит хорошего понемногу, смейтесь. Берите бутылку шампанского, пейте ее из горла. Обливайтесь все. Я вот, это надо пережить. Потому что нас реально слишком много всего лишали. Поэтому нужно найти в себе этот баланс и запомнить хорошего столько, сколько я хочу. Понемногу это вашего Г. Хотите, берите. Мне вообще не надо. Нисколько. Я хочу максимум классного. Важная установка. Дальше. За все нужно платить. Вот если ты хочешь чего-то добиться, ты должен платить. Но понимаете, этот закон, он как бы работает. Но у нас же под платой подразумевается обязательно что-то тяжелое. Неприятное. Испытание. Боль. Вот обязательно должно быть как-то сражение. Чего? Зачем? Если ты хочешь отношений, ты должен выстоять. Ты должен получить их. Ты должен пройти с мужиком огонь, воду и медные трубы. Зачем? Я себе так сказала. Я хочу со своим мужчиной все пройти, чтобы он не думал. Я же не знаю, куда от солнца деваться, поэтому кручусь. Чтобы он не думал, что я с ним из-за денег. Дура. Дура. Прошла все. Вообще все, что могла пройти со своим мужем, я прошла. Зачем? Зачем я так думала? Почему я просто не могла нормально выйти замуж? Мы нормально бы друг друга любили. Нормально бы у нас все было. Зачем эта установка? За что платить? За счастье платить? Зачем? Кто считает, что мы родились на свет и вселенная прямо сказала, ты должен прострадать, нести свой крест. Да какой матери крест? Кто это придумал? Это наши убеждения. Это нам вот сюда заложили. У меня есть, ну, наверное, человек 10, которых я знаю лично. У которых прекрасная, гладкая жизнь, вообще офигенная. Они никогда не парились. Девчонки, которые всегда знали, что они офигенные, у них все в жизни сложится, и у них все в жизни складывается. Просто и, так, сейчас я как-то от солнышка прячусь, просто и максимально легко. Так, ребят, если вы увидите какой-то срач, это моя ванна, не стесняйтесь. Вы ничего не видели. Вот, соответственно, запомните, что за все нужно платить? Нет. Можно ли назвать платой за красивое тело тренировки? Да это удовольствие. Не воспринимайте это как плату. Когда ты идешь на тренировку с моментом того, что ты идешь на отработку только что сожранного, это боль. Но когда ты идешь для того, чтобы, блин, быть классным, для того, чтобы быть сильным, для того, чтобы сейчас пообщаться, для того, чтобы у тебя было офигенное тело, по-разному можно на это смотреть. Вы видели, я регулярненько выкладываю фотографию, любимую свою, где мне 15, мне сейчас 37 через месяц. И прекрасно выгляжу, шикарно себя чувствую и могу обогнать сейчас на тренировке любую девочку, с которой я тренируюсь. Ну, не буду гнать, обогнать, ну, точно не это, не упасть грязь в лицо. Я люблю тренироваться, я люблю чувствовать себя сильной, я люблю этот заряд бодрости, я люблю знать, что я маленький шварценеггер, что я такая машина, которой сильное тело, которая, блин, может быть выносливой, классной, офигенной. Я люблю видеть, что мои ноги круче, чем ноги 16-летних девочек. Я люблю знать, что я иду рядом со своими дочками, и им не стыдно, что я иду в коротком топе и в коротких шортах. Это мое видение, это не значит, что всем это подходит. Но нужно кайфовать, нужно находить то, что будет давать вам кайф. Мне нравится ногой закрывать багажник, при том, что я не гимнастка, я никогда в жизни этим не занималась профессионально, никак. И растягиваться стала относительно недавно. Но это круто, это для меня. Если воспринимать это как боль и страдание за то, что мне можно поднять ногу, то, конечно, утром собраться на тренировку очень тяжело. Поэтому не воспринимайте что-то в своей жизни как боль и как страдание. Так можно ко всему подойти. Ты встаешь утром, и боль твоя прожить этот день, пойти на работу и что-то делать. Зачем? Кайф, удовольствие. Отверните все то, что вам не нравится, разберитесь в своей жизни, что приносит вам удовольствие. Да, какой-то спорт нравится, какой-то не нравится, работа какая-то нравится, не нравится, мужик какой-то нравится, не нравится. Так уберите к хипеневой матери все, что вам не нравится. Зачем вы это держите? Когда человек говорит, я ненавижу эту еду и ем ее. Так не ешь ее, ну полно еды. Мы живем с вами в век изобилия. У нас сейчас с вами такое изобилие, которого вообще никогда наши предки даже не видели, они даже не представляли. Мы можем выбирать все, место, страну, людей, с которыми мы живем. Полно мужиков, полно баб. Мы можем даже дома сидеть выбирать всех. Мы можем выбирать из огромного обилия еды, фруктов. Круглогодично мы можем есть любые фрукты. Мы все можем, понимаете? Мы можем работать в любой стране, мы можем говорить на любом языке, мы даже уехать можем куда угодно. Нас сегодня никто не держит, это вам не СССР, где вас бы там в Сибирь сослали, если бы вы куда-то попытались свалить, понимаете? КГБ бы вас накрыло. Мы живем в прекрасный век, все ограничения здесь. Так, у нас еще время там есть? Есть. Едем дальше. После 30 поздно начинать, кто-то написал. Это вообще гениально. Когда человек мне пишет, после 30, после 40, после 50. В смысле? А если ты проживешь минимум 100 лет? Например, получается ты прожил 30, у тебя впереди еще 70. Лет 15, из которых были вообще неосознанными, даже приблизительно 20. Представьте себе, 10 осознанных лет, впереди еще 70, и ты говоришь, а мне поздно начинать. Что за бред? Скажите вы мне. Вот эти ограничения у молодежи, а, как сказала красиво, у молодежи, у тех, кому плюс до 25, они считают, что у них жизнь еще не началась. Что еще самое время страдать херней, ходить на рыбалку постоянно, не думать ни о каких планах, ни о чем. Как-то оно само трясется. После 25 к 30 идет вот это плато, когда, по идее, что-то должно произойти. Но если до 25 ничего не проходило, то там сложно. Ну, если человек не проснулся, да, идет по инерции. А в 30 у него уже истерика. Потому что, если мужик, надо жениться, квартиры нет, машины нету, бабла нету, короче, уже жених где-то там скатился на уровень. Женщина 30 лет, если замуж не вышла, уже мы что говорим, что-то не так. Но если еще карьеру построила, есть бабло и так далее, там нормально, там можно выкатить мужика из вот этого разряда, который не состоялся. Вот, взять к себе и как-то построить нормальную жизнь. Ну, я утрирую, но по факту приблизительно что-то такое происходит. Поэтому, по поводу возраста, это дурня. Важно ваше желание, здесь и сейчас. Я все время говорила нашим Сергеям сыновьям, у которых сейчас разный возраст, там от 20 до 30. Ребята, время пролетит очень быстро, не просырайте его, не надо. Ставьте сейчас себе цели, планируйте, делайте, пробуйте, врывайтесь во все. Не просырайте его на рыбалке, не просырайте его, втыкая где-то и думая, что с вами что-то случится. Ни хера не случится. Ну, ну не случится, блин. Ну, может быть, где-то, что-то, когда-то. Ну, зачем? Это же такое интересное ресурсное время, когда вы можете пробовать. Вы можете врываться везде, у вас куча сил, у вас, блин, классные тела, у вас стоячие писюны, в конце концов. Стройте карьеру, взрывайте баб, делайте, мать вашу, что-то. Нет, блядь, мы дождемся, пока у нас вырастут вот такие пузяки, когда мы уже станем неудачниками, когда мы начнем на этих женщин набрасываться, что они тут понаехали, понастраивали, понаделывали, злость у мужчины идет. И все. У меня была встреча выпускников онлайн. Не всех я увидела, но некоторых увидела и испугалась. Мальчиков, мальчиков, мальчиков. Нельзя, ребята, быть толстыми и жирными. Я сегодня сняла об этом видео. Нельзя, блядь, мальчики, быть жирными 30-летними мужиками. Вас не хотят, вам ничего не хотят. Ни, блин, ничего вам не хотят. Не рожать, не сосать, не обнимать. Ничего, вы заплыли жиром, и этот весь ваш жир, это вы и есть сами. Что с вами будет через 10 лет? Это от вашей лени, это от вашего нежелания реализоваться, это ваши страхи. Вы запаковываетесь этим, и женщина обрастает жиром, когда она всем запаковывается. Нельзя. Это ваше такое вот какое-то убеждение внутреннее, оно прирастает жиром. У людей, у которых больше всего убеждений, больше всего жира. Это я тоже заметила. Итак, едем дальше. Это мое убеждение, да, поняли? Сработало. На любимом деле не заработать. Это тоже гениальная вещь. На любимом деле не заработать. В смысле? Ну, надо заниматься чем-то серьезным. А почему? Потому что в институт как поступали? Про любимое дело никто не спрашивал. Ты должен иметь серьезную профессию. Папа гордились с мамой, когда отправляли в институт. Серьезная профессия, выучись, а потом делай то, что ты хочешь. И вот в результате все занимаются черти чем. И самое главное, что до сих пор не знают ответа на вопрос, что я хочу. Когда к нам приходит на рерайтер жизни, одна из самых проблемных глав для человека, это глава его реализации. У человека шок, ему 30, 40, 50, а он не знает, кто он. Чего он хочет? Не знает. Потому что запакован всем. Это нельзя, это не про это, на этом не заработаешь. Все, да заработаешь на всем, на самом деле, на всем. Вопрос в то, как ты это повернешь. Но необходимо понимать, что занимаясь нелюбимым делом, это как жить всю жизнь с нелюбимым партнером, которого ты не просто не любишь, ты его ненавидишь. Ты все время ждешь, когда он уедет в командировку или умрет. Лучше умрет. Вот твоя жизнь. Поэтому это бред полный. Вы должны понимать, что важно и необходимо заниматься тем, что вам нравится. Это возможно, нужно и сильно нужно. И плевать на всех, кто и что там говорит. Вообще, запомните очень простое от меня правило. Плюйте на мнение всех людей. У вас в вашей жизни есть исключительно один человек. В зеркале живет, как у крошки енота в пруду. В зеркале. Это единственный человек, на мнение которого вам не наплевать. Это единственный человек, о ком вы должны по-настоящему заботиться. Единственный. Все. Ваши дети вырастут, и у них обязательно будет своя история. Поверьте мне. И не факт, что там будет место для вас. И там и не должно быть места для вас какого-то особенного. Вы дали жизнь прекрасно. Выполнили свою функцию. Вы любите своих детей. Они вас любят. Но никто ничего никому не должен. Вы должны себе, прежде всего. Вы должны себя реализовать. Вы должны своей душе дать, блин, где полетать. Раскрыть ее потенциал. Поковыряться в ней. Понять, что ей нравится. Вы должны свое тело привести в порядок. Вам должно нравиться ходить голым. Вы должны знать, что это лучшая ваша форма, когда вы голый. Не искать, какая юбочка вас украсит, или какие штанишки, или куда свитерок натянуть. А знать, что я сейчас разденусь, и я буду самая крутая, самая офигенная, потому что я люблю свое тело. Вот что вы должны делать. А мы не делаем ничего такого. Поэтому работаем над этим. Это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень нужно. Так, смотрю, сколько у нас есть времени. Давайте еще последненько. Из любименького моего. Сейчас. Ну, это из серии тоже. Тебе не дано. Тебе не дано. В смысле? Часто так говорят родители или знакомые. Тебе это не дано. Просто. Тебе это не дано. И ты сразу же принимаешь эту заправу. Да, мне это не дано. Я хочу быть дизайнером. Тебе это не дано. Да. Вот эта фраза, тебе это не дано. Во-первых, закройте свой рот говорить ее кому-то другому. Иногда ваша вот такая тупая, дурацкая, необдуманная фраза, сказанная знакомому или другу, просто перечеркнула ему все нахрен. Вы вообще не имеете права говорить другим людям, что им дано, а что им не дано. Запомните, ваш собственный потенциал позволяет вам раскрыть в себе любой талант. Научиться делать все, чего вы вообще пожелаете. Все. Вопрос в том, куда вы сконцентрируете свою энергию. Вопрос в том, чего вы захотите. В том, где вы захотите быть номером один, самым важным, самым лучшим человеком. Поверьте мне, каждый лидер начинает свой путь с того, что однажды он просыпается и понимает, я хочу стать в этой теме номером один. Вот с чего он начинает. Не с того, что это как-то с ним случилось, и он не заметил ни хрена. Все начинается с цели. Когда я понимаю, я хочу стать в этом лучшем, и я изучаю всю литературу, все практики, я тренируюсь днем и ночью. Так это происходит. Ни один победитель в спорте не стал им случайно. Вы знаете, я как-то плыл на пляже, и вдруг я понял, я олимпийский чемпион. Ни хрена, ты свой мозг тренируешь, ты свое тело тренируешь, ты каждый день концентрируешься на этой цели, и ты понимаешь, я хочу этим стать. И поверьте мне, что бы вы сегодня не решили делать, если вы будете на этом концентрироваться, и вы будете усердно тренироваться, вы станете, может быть, не самым лучшим, но в ряду лучших. А если будете продолжать, то обязательно переплюните всех. Так происходит. Поэтому, когда вам говорят, тебе не дано, плюйте этому человеку в яйца, если это мужик. Если это женщина, целуйте ее в засос, прям, чтобы она охренела от того, как вот вы это сделали. Вам дано все. Если вы ощущаете жажду, желание и страсть этим заняться, вам дано абсолютно все. Вот просто запомните это. И никогда никому не позволяйте сказать, что это не для тебя. Правда? Да ты что? Люди, как правило, говорят это из двух побуждений. Первое, из-за тупости, потому что они привыкли всем все советовать. Комитет советчиков. Они всем раздают советы, это тебе дано, это не дано, этот правильно говорит, это неправильно. Это советчики, как правило, с жопой мощно приросшие к дивану. Есть вторая категория, которой страшно боятся, что у вас что-то получится. Потому что тогда они почувствуют себя говном. Они и так себя чувствуют говняно. Но если на их фоне кто-то начинает расти, они прям страдают от этого. Это их личное дело. Не лезьте никогда в говно, вы будете вонять. Не лезьте в это. Человек, когда захочет подняться, он пойдет подмоется, а потом найдет способ, как ему вылезти. Это я вам точно говорю. Я тоже когда-то была говном. Я воняла вот так вот. Я сидела и боялась, что моим подружкам будет лучше, чем мне. Я им говорила, давай не будем, давай не делать. Я тоже из говна, извините, вышла. Потому что это слабость. Потому что это страх. Потому что это свойственное человеку чувство. Но мы можем пробуждаться, а можем не проснуться. Это наш выбор. Нас нельзя насильно заставить. Я не могу вас сейчас. Я бы вас сейчас всех взяла за руку и сказала, давайте минимум месяц консервируйтесь. У меня в рерайтере жизни. Я бы сейчас весь мир закрыла. Но я не могу этого сделать, потому что это ваше желание. Мы не можем менять других людей без их собственного желания и согласия. Не можем. Это не убеждение. Ну, факт такой. Потому что, когда я начинаю вас насиловать, вы начинаете сопротивляться. Это тоже закон такой. Мы начинаем сопротивляться. Вот в воде. Помните? Если вы что-то туда заталкиваете, она выталкивает. Вот так происходит. А мне надо, чтобы вы притянулись. Мне надо, чтобы вы сами захотели. Мне надо, чтобы ваша вибрация включилась. Если вы сказали, блядь, да сколько можно, я хочу, да, давай, иначе на меня преследовать. Я хочу, где, что мне делать? Вот что мы должны делать. Соответственно, тем, кому не дано, и тот, кто так говорит, улыбайтесь. Понимайте, что ваш судья, он не во внешнем мире, он во внутреннем. Только вы принимаете решение, что вам дано. Вот и все. Вы принимаете это решение. В рерайтере жизни меня регулярно спрашивают. Мы пишем там книгу в течение месяца. Мы пишем 15 главы своей жизни. И девчонки все время меня спрашивают. И мальчишки у нас тоже есть. А можно вот так написать в моей истории? А я вот думаю, а можно? Я всегда говорю, кто есть в рерайтере, подтвердит. Тут есть люди. Можно, все, можно. Приучитесь не спрашивать разрешения у других людей. Это ваша мать, вашу жизнь. Ваша жизнь. Не надо ни у кого спрашивать. Ни у мамы, ни у мужика своего. Если мой мужчина заставляет меня спрашивать, это значит, что у нас какие-то странные отношения. Я под колпаком. Я не хочу быть под колпаком. Я не хочу, чтобы он был под каблуком. Я хочу партнера. А партнер это когда мы общаемся, когда я ему говорю, ты знаешь, милая, я вот это хочу. Он говорит, я вот это хочу. Но нам в принципе вместе мы находимся. Когда мы хотим вот так, мы расходимся. Это норма. Это норма. Вот что вы должны понимать. Очень простую штуку. На этой чудесной ноте мы с вами будем подкатывать к плавному завершению нашего чудесного, прекрасного эфира по пожеланиям трудящихся. Я видела. Я его обязательно сохраню. 1 июля у нас новый поток рерайтера жизни. Охрененный марафон, на котором вы точно не были. Не говорите мне, пожалуйста, что я был на таких марафонах, я уже это слышала. Мне недавно сказала одна барышня, моя знакомая, ой, Оль, я уже эти все марафоны. Я говорю, дура, ты. Потому что твоя жизнь сегодняшняя не показывает, что ты где-то была и ты что-то сделала. Мой марафон не для того, чтобы на него прийти. Мой марафон для того, чтобы изменить свою жизнь. Мой марафон с продолжением. У нас есть дальше клуб, у нас есть практики. Наша задача не намотивироваться и пойти дальше жить своей херовой жизнью. Наша задача изменить свои мысли, изменить свои паттерны, изменить свою жизнь путем создания новых убеждений. Убрать вот эту всю хрень, это я вам прочитала сегодня 0,001%. У каждого из нас этих убеждений много. На марафоне вы начнете их отслеживать, вы начнете понимать вообще принципы своего мышления, как вы думаете, как это влияет. Вы будете учить какие-то упражнения. Вы напишите и создадите свою книгу. Мы пишем книгу своей жизни, мечты, где вы хотя бы разочек разберетесь и ответите себе на вопрос, какая она жизнь моей мечты. Мы детально прописываем каждый аспект. Будет больненько иногда, потому что вы будете видеть, что то, как вы живете, и то, как вы хотите жить, но мы знаем сегодня, что мы можем получить абсолютно все. И мы можем это получить осознанными такими же тренировками, это называется ментальные тренировки, точно так же, как мы меняем свое тело. Вы видели, какая жирная и стремная я была. А стало очень даже ничего. Почему? Потому что занялась этим вопросом. Ваша жизнь сегодня – это отражение ваших мыслей и ваших убеждений. Ни больше, ни меньше. Это с вами не случилось. Это не карма, это не судьба, и это не конец. Это не значит, что все, где бы вы ни жили, с кем бы вы ни жили, какие бы отношения у вас ни были, это не конец. Вы все это можете поменять, причем и в лучшую, и в худшую сторону. Вы всегда управляете своей жизнью. Вот в чем кайф. Кстати, еще небольшой анонсик. Я сегодня записала две офигенных медитации. Одна медитация по смене убеждений, вторая медитация по аффирмациям денег. У меня классные медитации. Не бойтесь, у нас не будет… Нет, не будет. У нас будет классно. Эти медитации будут в свободном доступе абсолютно для всех, для того, чтобы вы вообще узнали, кто такая Оля Ермилова и как со мной прекрасно. Конечно, я над этим работаю. Вот, у нас в каждой главе в книге тоже есть медитации. На удивление, они очень классно зашли, потому что я изначально не думала их делать, но нашим выпускникам очень нравится. У нас там всякие разные эротические мелодии есть и всякие штучки-дрючки. Короче, ребят, у нас офигенно. Я не про эзотерику, я не про волшебство. Я про реальную жизнь, про ту, какую она есть на самом деле. Счастливую, классную, офигенную, драйвовую, с миллиардом возможностей. И вы можете этой жизнью жить. Вы можете дать себе хотя бы шанс попробовать это сделать. Вы всегда можете сказать – нет. Вы всегда можете сказать, это фигня у вас есть этот выбор you are welcome но если вы хотите по-другому дайте себе шанс конце концов вы можете пережить это лето без маечки а можете получить себе платиновую карту ко всему это все вот здесь ни при чем не мама не папа не страна и даже неважно кто у нас там президент будет или был и даже на карантин насрать поверьте вот просто поверьте человеку который очень хорошо знает о чем он говорит так вы прямо тут мои эти продажники пошли в мою хорошую я вас люблю и вы у меня тут стали значит ссылка на рерайтер жизни у меня есть в профиле чтобы было просто в профиле заплеван директа ссылками если кто совсем ничего не может найти пишите матери директ все я вас страшно люблю спасибо что вы пришли мне было с вами очень хорошо я надеюсь что вы все получили оргазм еще получил много денег много удовольствия и не верьте никому кто говорит что все в вашей жизни предрешено ни хрена врут вы можете жить той жизни которую вы захотите просто поверьте и сделайте это